Воронеж автоцентр И почему-то на улице конусы Сохранить всю парковку Прямо на проезде Пытаемся уточнить чьи они И уберем их Вот еще Еще конусы Надо зайти Кто их выставляет уточнить Да, да Здесь можете подскажите пожалуйста Конусы не знаете чьи вот эти Конусы чьи на улице Вот комната состоят Ну вот видите Вот вон Ваши да? Да А вы выставляете Не могли бы убрать С проезжей части А не на проезжей части Конечно А что же ты Тротуар Почему они вам мешают? Ну конечно Образует состав правонарушения 12-33 Когда здесь машина становится Автовозу не Ну мы сейчас полицию Вызовем вас Выходите руководство Да, если можно Давайте руководство Входите в кассу Вот туда справа Марина зову Хорошо Вот сюда Да, да, да Ага Здравствуйте А руководство здесь находится? Нам сказали руководство где-то находится Можете пригласить? Насчет вон тех конусов нам хотелось бы узнать Сказали, что ваши Какие конусы? А вот конус, видите Вот Оранжевый цвет Про конусы спрашивают Про конусы спрашивают Я не знаю Он тут наконец-то снимает Да и про конусы Которые стоят вот вдоль Получается Наши площадки С той стороны А он тебе не ваша? Он тебе маленький Вот Наши А все ваши А нужно быть с какой-то организацией? Ну вы снимаете Гражданин Гражданин Просто увидел конусы Здравствуйте Здравствуйте Нам сказали, что вот конусы ваши, да? Ну кто да Вы руководитель? Ну а у меня иметь право снимать Можете представиться? Не, потяните пожалуйста Помещение Представиться, можете? Я не представляю Я нахожусь в общественном месте Это моя собственность Это общественное место Конусы ваши или вызываем полицию? Я не считаю, что они не говорили Ваши конусы? А, вызываем полицию Я не знаю Ну нам только что сказали, что ваши Вот вы выставляете А вот гражданин Что? Ну сейчас узнаем тогда А нужно быть с какой-то организацией? Нет, я просто вошу Вам проще Вам сейчас проще поступить так Как я прошу Просто убрать конусы И больше их не выставлять Я же с вами нормально общаюсь Вы можете уничтожить? Да, и я нормально И я нормально Просто я их не хочу убирать Проезжали мимо Увидели конусы Стоят на проезжей части Я знаю Да, да И вот эти, и вот те Они образуют состав правонарушений 12.33 Я же не против убрать Можете убрать? Можете убрать? Уберите пожалуйста А если еще раз мы вдруг будем здесь проезжать А мы будем обязательно Увидим их То тогда мы вынуждены Будем вызвать ЕБДД Хорошо? Хорошо Просьбы не выставлять И все Вот и все Да, вы можете убрать прямо сейчас Алексей меня зовут Так надо убрать Это же не ваша территория Правильно же Это общие доступные Вот Ну уберите пожалуйста Сейчас Прямо сразу Команду Можно дать Да, можно Мы вам даже можем помочь Поможем Ребята Да они все Незаконно же установлены Главное Незаконно Они просто незаконно Они же не стачки ставят Причем здесь их нельзя Летают здесь по этой дороге Вызывайте полицию Все правильно Абсолютно вера Пусть эвакуируют Тебе тоже Ага Правильно It's Тебе 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 Govern Бел Сдан Суд Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... В городских джунглях охранники снова пометили чужую территорию, заблокировали конусами общественную парковку и не пускают на нее другие машины. Вон, смотри, глянь. Два места перекрыто. А вот и санитары леса. Общественники уже несколько раз ругались с работниками местного офиса по поводу незаконного захвата стоянки. И вот снова идут по натоптанной тропе войны. Просит расчистить места. Что вы опять ставите-то? Вы же разговаривали, все милиционеры. Потом я перезвонил, все самолочено. Не, наоборот, все уже брали. Охранник, вероятно, помнит предыдущее столкновение с активистами. Те вызвали полицейских и в итоге конусы все-таки пришлось убрать в подсобку. Видимо, предвидя такой же финал сегодня, мужчина решает договориться. Якобы весна, начинается благоустройство. Мы же с вами договорились, когда вы будете благоустройство делать, вы до тех пор не будете ставить, правильно же? Сейчас же вы не по назначению используете для парковки. Убеждения срабатывают, желтые фишки убирают. Охранник, скрипя зубами, провожает людей с камеры подальше от парковки. Но, обогнув здание, упертые общественники возвращаются, и даже у них заканчивается терпение. Конусы снова стоят. Куда пойдем? В полицию сдавать. Вот, прошу, поставь туда, не пойду. Может, в полицию сдадим, правильно, здесь у рынка в полицию? Мы в полицию висаем. Но до полиции добраться не получается. Работник ЧОПа догоняет активистов, лишь бы те не унесли пластмассовые лики. Ну, че, ***? ***, сейчас я... ***, китинг 49 ставит на проезжую часть, вот здесь конструкции. Конусы, конусы, парковку перекрывают свою. От такого круговорота конусов голова закружилась, видимо, и у друзей охранника. Наверное, поэтому одного из них чуть не стошнило, и он начинает плеваться. А ты зачем, ка... Во, во, а это адекватный? Разговора не получилось. Эктивисты решили написать очередное заявление. Хотя, судя по всему, и на общественников, и на решение закона работников этого офиса плевать. Александр Савенко, Владимир Корнев, экстренный вызов. Сейчас позвоним, уточним, откроет, но нет. Да. Здрасте. Ну что же вы? Выставляйте. Зачем опять? У нас даже ответ из прокуратуры есть. Представляете, что здесь нельзя ставить? А можете руководителя вашего пригласить, а? Что? А кто? Кто-нибудь за них, потому что сейчас полиция приедет все равно. Потому что у нас ответ из прокуратуры есть даже, то, что нельзя здесь ставить. Я сказал вам, командирок, видите, машин нет. А, понял. Ну вы не будете ставить больше? Всем машины чужие, посмотри. Ну я же убрал. Ну я понял, ну вы же ставите потом. Нет. Хорошо. Не будем ставить, можете прийти через час, через два. Нет, просто ответ из прокуратуры даже есть, то, что нельзя здесь ставить незаконно. Милая вас. Ну я говорю, что ведь все вот у нас, понимаете, по всему можно, то есть вот, к сожалению, наши законы, тот, кто, грубо говоря, дает где-то здесь, правильно, они вроде как отвечают. Конечно, ну то и получается нет. Ну, вам, вам выдали, чтобы красоту навести, чтобы красоту, а не чтобы свои машины парковать. Вот для чего вам выдали, понимаете, чтобы город чище стал, красивее. Да, понятно, все. Но все дело в том, что у нас бывает так, по большому счету, если вы все не пришли, на всякий случай, на всякий случай. Ну мало ли, даже вот что, ну что-то, какая-то, никто не поднимет. Вот они поставили эти три конца. А так, вот машины, которые стоят ночами, хотя там написано с 23 до 6, я сама жил по этой грунте, машины не ставят. Ну, смотрите, понятно все, но в центре везде такие проблемы существуют. Если каждый бы ставил себе конус, вы представляете, что было бы? Это все понятно. Вот вы себе позволяйте, сейчас, все, сейчас к ним пойдем. Не, ну у них может сейчас и нет, а не два. Вот он, нет, один стоит. Стоит? Да, все нормально будет. То есть, ну, какой же результат? Да. Я говорю, это наше дело не в этом, нам законы, незаконны, мы, к сожалению, живем в такой стране. И бесполезно, у нас понятия не существует. Вот такие. У нас стоит. Упель. Был один, куда что-то. Второй конус. Глобус такой. Глобус. Сергей, пожалуйста. Управление, администрация, жилищный контроль. Пойдем, тут спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь работаете, да? Да. А мы хотели бы узнать, конусы вы вот эти ставите? Да. Вы, да? Да. А зачем? Ну, смотри, машина наша подъезжает, выгружает товар. Мы здесь можем выгружать. Почему? Не наша территория, это оболгасовская. Ну, что, как сидишь? Машина подъедет, выгружает товар в магазин, занесет. Я понимаю. А если машина понаставит? Вот сегодняшний день, именно под грузовая. Я понимаю, но конусы незаконно ставить. Зачем вы мне все это рассказываете сейчас? Ради бога. Забирайте конусы, убирайте. Можно, да? Да. Это, ну, они вам нужны? Нужны. А, а то вы забираете прям. И мы бы сейчас забрали бы, конечно, с удовольствием. А в другом месте поставите, да? Да не, зачем вы что? Мы не ставим. Зачем они вам нужны? Да, полицию отнести. Сейчас все равно полиция приедет. Вы больше не ставьте, пожалуйста, ладно? Сюда. Ради бога. Потому что это, если должностное вылицо, то 25 тысяч штраф может даже быть. А, знаете, да? В этом курсе. А, понял. Хорошо. Спасибо. Так, пожалуйста, вы не выжили. Да, займите. Идем дальше. Ну, тут интересно. Постройка у нас. Никитинская, 45. Вот строительные балки явно со стройки. Да, они все равно не имеют права их ставить. Ну, так-то да. А сейчас смысл их ставить, если у ворот парковаться запрещено? У ворот все равно нельзя. Да, если они могут позвонить. Эвакуировать. Вот это вот эвакуировать. Ну, это не особо. Это, кстати, все равно мешает. Не, большой рус, если будет заезжать на стройку. Кто-то не пойми, где стоит. Изнутри же не могли закрыть, да? Отсюда. Нет, изнутри. О, про что я и говорил. Эвакуировать назначения никакого нет. Просто мешает движению. Не сюда. Ну, ладно. Еще раз. Никто нам не открывает. Ну да, все на засовах. Непонятно, где кто. Нарчет строить будут. Та, очередную высотку. А какой-нибудь памятник архитектуры? Войну пережил. А капитализм нет. Ты как бы не революцию не пережил. Все, тогда просто уберем пока, да? Да. Мы с ним общаться. Ну, может, пообщаемся потом, когда будем убирать. А, я тоже. Хотел бы убрать, ну ладно. Только аккуратно, я буду смотреть, чтобы это. Чтобы. А, подсовывать, да, туда. Правильно. Я думал, перебрасывай будешь, а то бы я смотрел бы. Машина, только аккуратнее. Машина, машина. Нормально, нормально. Да, этот можно вообще хлам с собой забрать. Металлолом. Да, металлолом взять. Можно им отдать. Можно вообще куда-нибудь выбросить. Далеко, я имею ввиду. Нет, чтобы не туда. Не туда, далеко куда-нибудь выбросить. Унести просто, да. Вон туда, во двор куда-нибудь, наверное. Сейчас занесем, чтобы не ставил никто тут. Что, во двор занесем или сюда бросишь? Неохота? Ну ладно, кидай пока сюда на первый раз. Пусть. Отлично. Да. Писто хорошо. Все, да, погнали. Ну, я думаю, что они тоже, наверное. Сейчас не будут, здесь полиция приедет. Тут тоже ничего нету пока. Все здесь тоже чистенько, все хорошо. Ничего нету. Перекрывает места иногда. Вот так вот парковочка выглядит. Здесь какие-то два конуса. Кто-то себе место оставляет. Сейчас попытаемся выяснить, кто. А вон, еще конусы стоят. Ну да, походу, да. Ну да, походу, да. Угу. Сейчас все выставят. Здравствуйте, а мы хотели бы узнать конусы, что у вас выставляет вот здесь на проезжей части. А то сейчас полиция приедет по этому вопросу. Ну хорошо, пусть подъезжает. Вы не будете убирать, да? А? Уберем. А, уберете? Хорошо, спасибо. Не, вы машине, а ты что? Смотри, поднимите конусы. Здравствуйте, а зачем вы с какой целью выставляете конусы? А зачем же вы? Это же не ваша территория. Не ваша территория. Вам ждать на то, нет. Вы задает ответственность. Ребята, все. Вы ждете. Что вы, что вы все? Государственная организация, вам не стыд. Спокой. Да мы спокойные. Главное, чтобы вы были спокойные. Вам не стыдно государственную организацию так ставить, а? Представите. А у вас есть директор, нет? А у вас есть руководитель, нет? Нет. А, нет. А, нет. Ну, а еще старший там начали... Через час вы найдите. Через час? А кто-то есть старший, нет? Вообще. Мы играли в тех. Кто-то есть старший? Не играли. Я хочу... Не, а за него есть старший. У вас уже приходили. Воу. Ваши же там. Заместители есть? Нет, сейчас не верю. То есть вообще никого нет? Вообще нет. Не заместителя, не руководителя, не начальника отдела, никакого. Все в разве. Все в разве. Все в разве. Все в разве. Ну, вы, конечно, вы не имеете права. То есть сюда граждане не входят? Нет. Аликтор диагностики. Ну, ладно. Все, спасибо. До свидания. Как я тоже видел. Вот так вот они работают. Ну, да. Все в разъездах. Кто-то опять себе застолбил место. Наверное, под разгрузку опять чего-нибудь. Сейчас здесь выясним. Горячий хлеб. О, охрана. Машины не ставить. Видишь, опять чье-то место, да? Как всегда. А что бы их тут не ставить? Знаков-то нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы дальше. Ну, а потом мы дальше. Так можно. Фридрих Энгельс, а здесь. Здравствуйте. А мы хотели бы уточнить. Вот эту стойку вы ставите, нет? Дело в том, что у нас машина. Хлебовоз. Большая. Вы сами представляете, какой. Не хлебовоз, а муковоз. Громадная машина. Когда вот здесь стоят машины, здесь стоят машины, она практически не может выехать и задерживает выезд. Здесь получается тоже пробка. Поэтому это просто необходимо. Не, а вы можете просто попросить, если они на выходе ставят, либо попросить, либо ГАИ. Вот такие законные способы существуют. Либо ГИБДД вызывается, если он ставит, его эвакуируют. А там можно ставить, там никому они не мешают, там не запрещено правило дорожного движения. По-моему, это надо решать не со мной, а с руководством. Так можете его пригласить, руководителя, мы с ним и решим. У нас есть вон телефончик, подойдите, позвоните на проходную. Все, отлично. Кто вам нужен, и будете с ним решать. Вы сейчас пока можете это убрать? Нет, я не могу. Потому что за это ответственность предусмотрена. Не с меня. Ну, с того, кто ставил. Вы ставили? Нет, не я. А кто? У нас есть руководство. Я вам говорю. Нет, уточните, кто ставил. Вы или нет? Еще такой вопрос. На каком основании вы меня снимаете? Мне вот это интересно. Покажите. Где я вам давала согласие? Администрация разрешила. Какая? Областная. Не надо, Ляля. Точно вам говорю. Так, ладно. Давайте позвоним. Да мы позвоните, вы же сказали. А, мы забираем с собой. Это не ваша конструкция или ваша? Я не понял так. Так вы сказали позвонить. Вот что зовут. Так я хотел позвонить. Как ему позвонить-то? Пройдите. О. Здрасте. Здрасте. Скажите, вот ваша конструкция здесь стоит какая-то непонятная. Машины не парковать. Да. Можете ее брать с проезжей части? За это ответственность предусмотрена. На юридическое лицо 300 тысяч рублей, на должностной 25, на физическое 5. Кто вас ее уставляет, не подскажете? Да, она ее поставила, она стоит, и никто не убирает. Не, вот охранник ставит, да, вот это? Нет, она ее поставила, и никто не убирает. А, а кто поставил, не знаете? Мы ставили. Вы ставили? Вы конкретно? У нас, я конкретно, у нас выезжает муковоз с прицепом, машина не паркованная, и он просто физически не помещается. Понимаю вас, но это правонарушение. Понимаю вас. Вы можете убрать пока на первый раз, если еще раз увидим, будет тогда штраф. КАИ, ГИБДД, полиция и все. С вытекающейся. А я просто гражданин шел, увидел правонарушение, попросил устранить. Типа стоп-хама? Просто другие законные способы какие-то найдите. Наверное, просто можно просить, просить можно. Вот, если у вас муковоз там приезжает, вы знаете определенное время. Вы же можете попросить, кто здесь ставит, чтобы убрали. А тут ставят все коммунные, понимаете, из дворов. Ну, я понимаю. А здесь, как он может муковозу здесь помешать, я не представляю. Вот здесь вот машина. Вот, в принципе, он выезжает, когда муковоз, он идет по муководам через двор. Да, 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 понимаю. Ну, к сожалению, это проезжая часть. Да. Возможно, как-то ему разворачиваться дальше придется там, не знаю как. Представьте, машина длиной 15 метров. Ну, я понимаю, да. Разверните. Понимаю. Значит, надо вот этот вот срезать вам тротуар. Это уже никто. Вот так сделать, чтобы здесь никто не проковаривал. Если его срезаешь, они будут опять же ставить сюда блин. А это охранник может попросить. Вот попросить можно. Попросить. Она может подойти и сказать. Вы знаете, у нас вот муковоз не переставить. Она же здесь все время. Правильно работает? Конечно. Ну, может попросить спокойно. Вот так тротуар можно срезать, чтобы выезд был больше. Но это вы должны решать. Вы же зарабатываете деньги, понимаете. Граждане другие не должны страдать из-за того, что вы, там, ну не вы, директор ваш или кто-то, получает прибыль от этого. Правильно? Потому что вам нужно так. Вы же работаете, получаете прибыль. А другие граждане не могут поставить автомобиль. Существует право дорожное движение, которое совершает, ставит машину за 5 метров и далее 5 метров. От перекрестка. Выезда, перекрестка и прочее. Это прилегающая территория, это не перекресток. Это выезд прилегающая территория. Это выезд, да. Правильно. То есть, если поставят, согласен вас, согласен с вами полностью. То есть, если поставят ближе 5 метров, очень просто. Вызываете ГИБДД, его эвакуируют. Все. И для этого и существует, правильно, выезд, чтобы не загораживали, чтобы люди видели, где машины, когда ездят, что выезжает автомобиль, чтобы аварии не допустить. Согласны? Вызывайте и все. Эвакуатор прям смело. Вы будете правы тут вообще. И он один раз поставит. Эвакуатор вы вызовете. Второй раз поставит. И больше не будет ставить. И можете просто попросить, сказать, если вы здесь просто поставите ближе 5 метров, мы вызовем эвакуатор. Все. Все. Пусть он сам думает дальше. Сейчас эвакуатор по центру. Работает хорошо. Приезжает быстро. Тем более у вас ОАО. Если затруднит движение, это вообще будет здесь пробка. Беспредел. Правильно? Я думаю, они приедут быстро. Это законный способ будет. И раз, два, пять, десять эвакуируйте. Все. Да на всех, по-моему. Сами. Можно. 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 Можно еще законный способ. Еще могу предложить вам. Согласовать с ГИБДД установку знака. Парковка там на 10 метров запрещена. У ваш руководителя. Поставить измя. Он устарел. Одно время. Или вот здесь. Потому что это прилегающая территория. Правильно? Вот здесь можно где-то поставить. Вон там. Все. На 20 метров парковка запрещена. Все. Со стрелочкой. Все. Законный способ. Тоже эвакуируйте. Если кто-то остановится. Или 5 метров. Ну вот здесь 5 метров работает. В принципе. Вопросов нет. Нам нужна как раз вот одна машина. Ну да. Да. Я понимаю. Можно просить людей. Что вот понимаете. Вы нарушаете правила дорожного движения. Что вот здесь вот сейчас будете эвакуированы. Все. Законный способ. Пусть он ставит. Эвакуатор вызывает. Эвакуирует. Все. Мы вызываем так же эвакуатор. Проблем нет. Везде работает. Везде эвакуирует. А это если каждый так будет ставить. Если каждый предприниматель. Вы понимаете что будет тогда. Да понятно. Правильно. Несерьезно же. То есть я вот там. Мне вон там вам нужно в ларек. У вас крупный завод. У меня ларек. И мы будем с вами вот здесь всю улицу перегородим. А люди будут подъезжать. Где мы ставим. Одни магазины. Вот здесь по улице. Везде стоят. Мы перекрыли блин. Не всю улицу. Мы перекрыли. Понятно. Вы всю. Кто-то говорит. А у нас приезжает это. Вот там мне говорили. Volkswagen. Где на транспортной. Знаете? Знаю. А у нас приезжает машина разгружаться. И поэтому мы перекрыли. Знаете такой, да? Автомобиль. И поэтому мы перекрыли там 100 метров. Я говорю. Ребята. Ну у вас ваши проблемы. У нас территория какая огромная. Вы строили. Вы знаете что у вас машины будут ездить. Правильно? Какие-то громадные. Это предусматривает. Да. Надо предусматривать. Или не занимайтесь этим бизнесом. Если не знаете. Не получается. Ну зачем вы. У людей отбираете их место законной парковки. Все. Их там оштрафовали потом. Они не поверили. Выставили. ХАИ приехали. Ну нам не поверили. С первого раза их привлекли. Там по 12.33. По-моему там 15 тысяч что ли на должностное лицо наложили. И все. Все они ставят. Ну. Так что. Спасибо за понимание. Все. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.